Танцевальный вихрь закрутил в своих объятиях полстраны. Учиться этому искусству стало модным. Танцуют все, от детей до пожилых. Участники всевозможных проектов ездят по городам и весям, проводя мастер-классы. И чебоксары не стали исключением. Подробности у Юлии Важениной. Поворот, поворот, бум-ка-ка, бум-а, тара-та-та-та, тара-та-та-та, пять, шесть, семь, башен. Джаз-фанк, волк и контемпорари. Именно эти направления решили освоить чебоксарцы. Преподать урок по самым современным танцевальным стилям в столицу Чувашии приехала финалистка проекта «Танцы» Алиса Доценко. Кстати, эти направления чебоксарцы выбрали сами. И по мнению хореографа, это самые сложные стили. В контемпораре много тонкостей, которыми нужно владеть элементарно. Владение классикой, вращением, пресечки, без которых хореография смотрится не так насыщенно. А в воге много техники и много именно теорий, которые нужно знать. Дэнс-холл проще, я думаю, потому что он более свободный стиль. А джаз-фанк – это просто стиль, чтобы покайфовать, потанцевать, получить удовольствие. Удовольствие чебоксарские танцоры, несомненно, получили. На занятия пришли около 200 участников. Полный ажиотаж. Многие говорят, что сбылась их давняя мечта. Все супер, очень понравилось, очень здорово. Алиса – прекрасный танцор. Хочется что-то перенять, что-то новое для себя открыть. В общем, все здорово, очень нравится. Потрясающе столько эмоций. Я очень рада, что к нам приехала. Я давно ее ждала, прямо с самого начала танцев. И у меня куча эмоций. Алиса – универсальный танцор. Она знает много стилей. У нее отличная техника. Да, и к тому же она просто хороший человек. Очень хочу, чтобы чебоксары выходили на новый уровень и понимали, что такое джаз-фанк, что такое вок, что такое контемпори. Что касается самой Алисы, то чебоксарскими танцорами она осталась довольна, как и мастер-классом в целом. Ой, классно, классно, классно. Но на самом деле очень не подслуживайте. Когда вы смотрите, очень много людей, от этого сразу энергетика такая классная. Они такие все стоят, смотрят, так классно, классно. Ну, круто, круто, мне очень понравилось. И, кстати говоря, станцевали. Станцевали очень хорошо. Очень важно просто, чтобы танцоры в городе хотели того, чтобы мы приезжали, чтобы мы их чему-то учили. А когда ты заходишь в зал, и тебя встречают 180 пар глаз, которые действительно ждут, ждут, когда ты залезешь на эту сцену, начнешь им что-то показывать и рассказывать, конечно, это очень круто. Поэтому я думаю, что в больших городах такое редко бывает. Мне очень радует, что они стремятся сделать все так, как нужно. Они стараются, вот даже если сейчас посмотреть назад, они отрабатывают хореографию, которую я им только что дала. Вот. Это круто. Чего пожелать? Пускай развиваются, пускай ходят на классы, пускай смотрят видосы. Вот. И я считаю, что начать танцевать не поздно никогда, а научиться чему-то большему в силах вообще любому танцору. Планы на ближайшее будущее большие. Преподавание в собственной школе, мастер-классы и большой тур по городам России вместе с участниками проекта «Танцы». Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.